Итак, это обзор новой DLC на Gunfire Reborn, а гроза на улице. Добавили два новых персонажа, посовместите все в две новые цели для фурибайтинга, козу по имени Лин и белку по имени Момо. Итак, коза может скитать седяные гранаты, что очень схоже с гранатами собаки, однако они еще и замедляют врагов и сдают векспоты. Они также сдаются на врагах автоматически, и хиты по ним носят дополнительный урон врагам, а также делают врагов нестабильными. Нестабильность же связана с ультой Лин. Сама ульта носит небольшой ледяной урон врага в небольшом радиусе, этот урон наносится тем больше, чем больше врагов ХП. Но самое интересное заключается в этой полоске под ХП врагов, названных фатолайном. Если сбить ХП врага ниже показателя, то можно будет его ланшотнуть ультой, а нестабильность на время повышает этот предел. То есть ты стреляешь по векспотам, повышаешь предел фатолайна и добиваешь врагов ультой. Если вы что-нибудь поняли, то все нормально, я сам мало что понял. Также можно просто спамить все, чем есть, благо ульта откатывается очень быстро. Как мне это довольно интересный, но в какой-то мере не докрученный персонаж. Может быть я конечно что-то не понял, но весь этот письменный процесс ощущается слишком долгим, что реально просто хочется спамить все, чем есть. Второй же персонаж показался мне гораздо более веселым и интересным. А также ломающий баланс, но в этой игре и так баланса никогда не было, поэтому все равно. Утабилки позволяют из фури превратиться в квадробера и играть в третьего лица. Где-то я недавно это видел. У тебя есть аура на смене ингдомин, которая пассивно наносит урон врагам вокруг тебя, причем в и вне ульты. Проражать на атаку ты будешь носить урон врагам вокруг себя. А также раскладывать поинты ингридма на каждую атаку. Я при подборе ингспир, которые падают с убийства врагов, их восстанавливать. Вот эта также дает большой резист к получаемому урону. Помимо ингридма она находится на таймере, так что постоянно бегать с ней не получится. По крайней мере без прокачки. Из-за ингспирит статуса, датар радиус ингдомин will be increased by 2 метров. Лома is under ингспирит статус, the range of ингдомин and ингсплэш will be increased by 1 метр. Гейн 1 стакк for every 4 ингдамиды. Активка называется Drive and Come True. Мама пускает вперед на 15 метров свита, который блокирует прожектайлы врагов, но из-за урон и отталкивает обычных врагов. Также генерирует блэнкдомин на пути, ходя по которому твоя скорость будет увеличена. А также ты будешь регенерировать 4 поинты ингридма. Но это уже как у меня гораздо более интересный персонаж, да и очень даже имболый. Не сравнится с новой, конечно, из прошлого DLC, но мне очень нравки. Добавили 4 новые самодельящиеся пушки. Новости пушек посохи. Я говорю, что у меня гроза на улице. Добавили 4 новые самодельящиеся пушки. Новости пушек посохи. Их пока что 2. Старфлай, драконщика брушивающая прожгутайл из неба. Как понятно, он средний ганг, которому тяжело попасть в крит, но зато вы можете использовать все время ульты Мома. Фениксерор, это посох. При зарядке можно в скорости таку по кэмам. Но это хороший первый взгляд пушка, так что советую обратить внимание. Пришатка Тони Сарака, а по заням Темпест, который сыграет обычно, за всем включается по кэм, происходит сон. Вот это. На лаконнице выпускают снаряды во врагов. И она, естественно, очень мощная при зачистке комнат. Но проблема при убийстве босса, так как максимум лаконных прожектов на каждого врага это 3. Четвертое оружие, самодельящаяся в винтовку, по заням Трекер. Вместе с запуском DLC запустился также новый батл пасс. В этот раз, суть которого собирается сияться с убитых врагов, и через какое-то время у себя появится хаменьяр, представляющий себе врага, который будет сражаться на твоей стороне. Так что, добавили новые свитки. Ну а с вами был Клюв, всем пока.